Всех приветствую в эфире Крыла ФТВ, напоминаю наш партнер Медицинский Центр Призма, спонсор нашего канала Торговая Марка Гетьман, и конечно вы наши спонсоры и подписчики на Патреоне. Сегодня у меня в гостях первый независимый политолог Алексей Якубин. Приветствую, спасибо. Спасибо, Сергей, за такое позиционирование. Ну я просто увидел ваш канал, поздравляю с открытием канала, желаю вам успехов в развитии. Я, кстати, если можно нашим зрителям также обращусь, пожалуйста, подписывайтесь, есть YouTube канал Первый независимый политолог, там это будет научпоповский канал, то есть там сейчас пока только первое видео готово, интро, оно посвящено. Может ли политолог быть независимым? Такой очень дискуссионный вопрос, да, с одной стороны. А может быть политолог быть первым независимым? Тем более, да. Да, видео интересное, всем рекомендую посмотреть. Это будут небольшие краткие ролики, да, на разные научно-популярные темы. Единственное, что меня вот откровенно возмущает Алексей, куда делся народный политолог? Народный политолог остался, но пока что вот избрана модель... То есть ребрендинг Якубина произошел. Своеобразный, да, своеобразный. И я так понимаю, что просто народный политолог не все могли, ну вот как-то, вот он казался тяжеловесным, да. Ну а вот первый независимый политолог, это ПНП, можно вообще просто сокращать. И как бы все просто. Хорошо, надеюсь просто, Алексей, что от того, что вы стали первым независимым, ваша народность не уменьшится. Я надеюсь так же. И так скорее, так и будет. Ну давайте тогда... Мне кажется, это в том числе истоки независимости, потому что вот независимость политолога во многом, я думаю, связана с тем, что политолог, как мне очень нравилось, говорил Гарльд Лассуэл, что в иррациональном обществе он должен носить немножечко рациональности. Ну то есть пытаться успокоить вот эти иррациональные инстинкты, которыми во многом царят в широких, скажем так, кругах. Алексей, сами подводите к теме нашего разговора вот об этих иррациональных инстинктах страха, которые витают в украинском обществе под Новый год, когда все, по идее, должны готовиться к этим праздникам. А есть оливье или ужина запретили оливье, или есть оливье, да, готовить оливье? Russian salad, как он называется. Ну, наверное, еще пока не запретили, да? Ну да, мандарины вроде бы есть, елки стоят вот даже рядом с вами, но тем не менее очень много обсуждают вот какую-то военную угрозу, и вроде бы уже даже была встреча Путина и Байдена, ну по идее-то после этого все должно успокоиться. Нет, продолжают еще где-то циркулировать. Это вот тревожная риторика. Я так скажу, тут несколько рефлексий по этому поводу, да, и я думаю, это будет интересно и для наших зрителей. Первое. Я, как и весной, считаю, что вероятность реального военного столкновения крайне низка. Я объясню, почему. Это такой микроспойлер. Я думаю, что это связано с тем, что все-таки Кремль не является каким-то иррациональным. Ну, то есть давайте тоже вот этих иллюзий отбрасывать, что там есть какой-то иррациональный подход, да, к различным военным стратегиям в том числе. Там считают, там смотрят. Вот и давайте подумаем вот в этом ракурсе. Насколько выгодно сейчас России начинать какую-то военную кампанию, да, в контексте Украины. Мне кажется, это невыгодно, потому что северный поток достроен, правильно? Его нужно сертифицировать. Санкции дополнительные, в том числе в контексте финансового сектора, Россия точно не хочет, да. Более того, происходит смена части европейских элит, политических классов, да, лучше сказать, политических классов, да, это будет корректно, да. И мы видим, что приходят политики, которые в большей мере готовы в том или ином формате говорить с Россией. То есть начать военную кампанию, это все перечеркнуть. Ну, то есть вот по всем фронтам, которые, да, Россия сейчас выстроила. И поэтому я думаю, что в Кремле все-таки не сидят такие рациональные, знаете, люди, которые мыслят в такой манере. Потому вот если как бы судить с такой рациональной позиции, мне кажется, что и пытаться понять стратегию России, да, вот как, знаете, в Германии же есть политики, которые называли понимающие Россию, да, вот мне кажется, в Украине… Ферштейр, они еще называются. Да, да, ну, все-таки Русланд Ферштейн, давайте лучше так скажем. Да, мне кажется, что мы тоже, на самом деле, нуждаемся в понимающих Россию, то есть я имею в виду здесь понимающих, как там принимаются решения, да, и какие источники этих решений могут быть. Это для нас, на самом деле, жизненно важно для Украины, в действительности. Потому, по моему мнению, тут как бы вероятность такой эскалации крайне низка, ну, разве что мы можем увидеть случайно некие, как когда-то говорила, я процитирую, да, госпожа Гонтарева, большие черные летающие слоны. Вот если что-то такое летающий черный слон где-то возникнет, ну, чтобы не повторяться с черными лебедями, то, конечно, тут какие-то возможные, да, там, моменты. Но в целом, я сейчас подчеркнула, что я думаю, тут, вероятно, достаточно низка. Тем более, что во многом мы видим, что встреча Путина и Байдена, она в целом будет способствовать больше деэскалации. Мне вообще, у меня есть такая гипотеза, что во многом тот факт, что американские СМИ, да, ну, части западных, но, в первую очередь, американские СМИ так активно писали о войсках, военной угрозе и так далее, что это отчасти было связано с тем, что Байдену нужно было получить одобрение отчасти, в том числе, американского истеблишмента на встречу с Путиным. То есть это же помогало ему обосновывать, что, смотрите, я встречаюсь с Путиным не потому, что я вот так хочу, а потому что это не требует мой долг, да, как американский лидер и как лидер Запада. Потому что мне кажется, что Байден через встречи с Путиным, он старается для себя вернуть себе статус лидера Запада. Заметьте, что перед встречей, вот эта видеоконференция с Путиным, второй, да, встречей, ну, по сути, первой, вот я скажу, объясню, почему, я считаю, ее первая, а то была нулевая, да, встреча в Женеве. Байден сначала общался с лидерами части западных стран, и после видеоконференции он общался с лидерами западных стран. То есть он пытается сказать, что он говорил не только от себя, не только как президент Соединенных Штатов Америки, а как лидер Запада, потому что при Дональде Трампе, мы можем вспомнить, произошел определенный раскол внутри Запада, да, и этот раскол был связан с тем, что Трамп ни во что не ставил, мы это помним, в Европейский Союз, в принципе, да, он считал, что Соединенные Штаты Америки вообще имеют право делать то, что они хотят, и они не обязаны согласовывать свои линии поведения с европейцами, да, и вообще европейцы мало платят за НАТО, ну, тех, которые входят в НАТО и так далее, да, то есть мы помним эту всю историю. То есть, хотите сказать, Байден смог преодолеть этот раскол? Мне кажется, он пытается вот этот раскол преодолеть, построить мосты, да, вот этим ущельем, которое образовалось между старыми и новым светом. Аукус, конечно, так себе мост. Но это, опять-таки, то просто другой регион. Вот для Байдена, кстати, Тихоокеанский регион, я думаю, является все-таки более приоритетным, более интересным. Мы это видим по Аугсу, да, действительно. И, кстати, сейчас началась новая борьба за Индию. Кому же достанется сердце Индии, да? Потому что Индия страна, которая длительный период... Знаете, вот у Индии, я даже читал одну из аналитических работ по поводу того, что Индия всегда готова вступать в любые альянсы, где нет обязательств. То есть она такая мульти-альянсная страна, но без обязательств. То есть чтобы не было в этих взаимоисключениях... То есть альянсы много, могут быть много альянсов, но там не должны эти альянсы пытаться Индию сделать одновекторной. И вот Индия всегда придерживалась вот такого видения. Мы видим, что сейчас началась борьба за Индию. Тут можно вспомнить контракты Калашникова, недавние, да, и визит Путина в Индию, кстати. И те контракты, которые там были, если не ошибаюсь, на 800 с чем-то миллионов подписаны. Соединенные Штаты Америки со своей стороны хотят Индию, чтобы она была в этом ауксе, присоединилась. Хотя Индия, честно говоря, имеет пока что такую длительную традицию неприсоединения, вот этой мульти-альянсовости. То есть, ну как, в этом плане, мне кажется, нам, возможно, было бы стоило бы чему-то поучиться. У этой большой страны, которая страдала в свое время от европейского, в первую очередь, британского, клониализма. То есть, Индия, она в первую очередь противостоит Китаю, вот этот вектор у нее. С Китаем, там у нее есть свои, да, сложные отношения, без сомнения. Но, тем не менее, противостоя Китаю, Индия не встает от этого одновекторной по каким-то линиям, да. То есть, она все равно пытается вот усидеть на многих стульях, и это удается. Вот мне кажется, что этому искусству все-таки сидение на многих стульях надо учиться. Это искусство, действительно. Был у нас тут такой северный сосед, у которого это получалось какое-то время. Это длительное время, да. Но возвращаясь вот как бы ко всей вот этой ситуации с войсками и так далее. Мне просто кажется, что в этом плане хорошо, что, например, со стороны Владимира Зеленского, да, не было никаких алармических заявлений, как некоторые хотели, да, чтобы он делал. По поводу армии, по поводу того, что вот-вот нападут сейчас и так далее. Потому что, ну вот на фоне всего, что происходит, мы понимаем, что если бы так было, общество только лишний бы раз получало какой-то дополнительный вот этот истероидный момент, который обществу точно не нужно, да, потому что мы это уже проходили. И в 18-м, и в 19-м году, помните, когда каждый месяц кричали «Путин нападет» и так далее. Ну и когда ввели военное положение. Да, и это, наоборот, играло против власти, потому что ее слова девальвировали. Потому что я, например, здесь, я считаю, что у Зеленского, Зеленский избрал правильную стратегию, которая состояла в том, чтобы не нервировать общество. То есть власть за пределами эфиров, она занимается военными моментами, да, но, извините, в студиях не ведет дискуссии о тир-обороне и не показывает карты, где и что и как должно происходить. Потому что у меня было такое чувство, что некоторые, кто критиковал вот эту позицию Зеленского, они почему-то считали, что он должен был на всех, не знаю, эфирах разглашать различные секретные сведения по обороне Украины. И вот как бы в алармическом стиле это все провозглашает. То есть это было, мне кажется, вот сейчас мы это видим дополнительно, это была правильная избранная стратегия. То есть, потому что, мне кажется, в обществе и так есть и усталость, и от таких накалов, и президент или власть, которая бы дополнительно вносила такие накалы, но это точно бы не вызывало какого-то такого позитивного отклика. Скорее, наоборот, более негативный отклик. При том, что вот это тоже, я обратил внимание, интересный был момент, что вспомните, когда даже появлялись вот эти сообщения о перемещении российских войск, или вообще как бы их заметили, потому что, может быть, они там и раньше были, это тоже такой вопрос, то западные лидеры также, заметьте, не реагировали. То есть об этом писали в СМИ. Да, Байден потом проартикулировал, но большинство европейских, западных лидеров, они, в отличие от СМИ, это не поднимали, они не кричали об этом. То есть, потому вот, мне кажется, вот эта история, которая вот в наших сейчас глазах, да, происходила, она, в принципе, ну вот в контексте власти, мне кажется, власть тут избрала верную стратегию, да, то есть все-таки какие-то выводы из ошибок 18-19 года делаются. Если говорить о встрече Путина и Байдена, давайте вот шире говорить, да, глобальный, какая, мне кажется, здесь ключевой момент. Почему? Я считаю, что это была первая встреча, мы можем ее так назвать, да, а Женева была нулевая встреча, потому что в Женеве, мне кажется, стороны просто присматривались друг к другу, насколько они могут быть договороспособными. Это была ключевая задача встречи в Женеве. Как это говорят, заглянуть в глаза Путину. Может быть, да, или в душу. Фу, кому куда удастся. Ну, глаза, чтобы проводить. Из околы души. А физиологи нам говорят, что это мозг, который вынесен наружу, да. Ну, то есть, очень много интересных, да, с этим есть моментов. Ну, я уже не говорю, что, например, в системном подходе, в том числе, например, Николас Луман, который занимается, в принципе, считается, что пусть даже там свет и попадает в глаза, но все равно наш организм, как целостная система, на это реагирует только тем, что там вот колбочки и так далее. Они реагируют, создают свои сигналы, но сам свет в организм не попадает. То есть, наша система закрыта. Ну, да, от Николас Лумана вернемся к Женеве. Так вот, мне кажется, что там обсуждалась главная цель, это посмотреть, можно ли договариваться друг с другом. То есть, Путин и Мамин, они не стали друзьями, это очевидно. И Россия, и США не стали союзниками. Но они просто признали факт существования друг друга глобально, да, и факт интересов друг друга. И вот эти полгода, это был такой испытательный срок. Насколько я понимаю, сам факт видеоконференции, которая проводилась 7 декабря, это было подтверждение того, что стороны признали друг друга договороспособными. И потому, я думаю, что вот на этой видеоконференции как раз все и началось. То есть, как раз там уже они обсуждали важные моменты, да, ну, часть важных моментов, которые, проблематики, которые стоят между Соединенным и Америкой и Россией. Опять-таки, не стоит считать, что исключительно это было на 100% Украина только. Это не так, да, и потому, наверное, мы когда вот даже сейчас смотрим, да, по результатам, мы бы, наверное, ждать какой-то мега-сенсационности и так далее, потому, наверное, и не стоит глобально, да, от этой встречи. Хотя, мне кажется, есть некие намеки, что там все-таки, я бы так сказал, открылась форточка. Мы помним, что когда-то у нас было открыто окно, потом оно, там, происходили моменты с ним, да, но форточка, но теперь, мне кажется, открылась форточка. И потенциально определенные моменты тут могут происходить. Вот мне кажется, что очень интересно в этом плане будет, что мы услышим после телефонного звонка Владимира Зеленского, ну, то есть Джо Байдена и Владимира Зеленского, да, который, в общем-то, ожидается сегодня. И после которого мы сможем дальше делать выводы. Вот что могли обсуждать они, да? Вот если мы говорим в целом, то, я думаю, там были вопросы кибербезопасности, плюс мы слышали, и это как бы до самой встречи был унормирован вопрос с северным потоком, то есть, по сути, США просто продолжили ту линию, которая у них и была, да, линия связана с тем, что, ну, как бы, северному потоку быть, да, то есть тот факт, что они убрали из оборонного бюджета, эти статьи об этом говорят, плюс, заметьте, США убрали по поводу долговых обязательств, долговых бумаг, да, государственных ценных бумаг, которые Россия выпускает, и там по поводу ряда лиц также они убрали вот эти пункты, связанные с ограничителями. То есть, я так понимаю, были дополнительные предусловия вот этой, ну, скажем так, первой встречи уже рабочей. По Украине, мне кажется, что, вот если то, что мы говорили бы о Украине, о чем они могли договориться глобально, да, или, ну, хотя бы, хотя бы более активнее обсуждать, это, конечно, вопрос, связанный с Минском. Я думаю, что все-таки мы увидим в ближайшее время определенные подвижки, почему я считаю, что форточка открылась, определенные подвижки по Минску. То есть, скорее всего, Соединенные Штаты Америки будут готовы включиться в этот процесс. Вопрос сейчас в каком формате? Или это просто будет формат Нуланд-Козак, параллельный нормандскому формату, ну, как когда-то было, кстати, та же Нуланд и Сурков, да, или же это будет даже перетрансформация нормандского формата. Плюс США. Плюс США, потому что до этого США занимали позицию, что они не хотели. Россия до сих пор, по-моему, не хочет, чтобы США были. Тут очень интересный момент, потому что как раз Россия после встречи Путина и Байдена озвучила, тут тезис, что вроде бы Франция и Германия не против того, чтобы США присоединились. Но они не сказали, что они против. По-моему, там было в заявлении, что нас устраивает текущий сложившийся формат. Оно тут так, но сам факт того, что Россия озвучивает этот момент, а потом мы знаем, что будет цикл контактов Владимира Путина, например, и, кстати, из Владимира Зеленского также, с тем же Макроном, плюс теперь уже есть новый немецкий канцлер Олаф Шольц, то, скорее всего, эта тема будет обсуждаться заново. Но так или иначе, я думаю, мы увидим активизацию роли США в этом процессе. И, в принципе, приблизительно мы можем понять, в каком это будет направление активизация. Она будет связана, скорее, с попыткой все-таки реализации классических, традиционных минских соглашений, о которых, как раз уже сколько мы не говорим о них, но вот, по сути, вокруг них все равно все крутится. Вот хотим мы этого или не хотим. То есть, опять-таки, я думаю, что это означает, что, скорее всего, мы можем увидеть даже в парламенте попытку все-таки вернуться к тому, что называется особым статус для Донбасса и обсуждение этой темы. Если мы вспомним, опять-таки, предысторию, я напомню, 2019 год, вот тогда, когда только эта тема, да, вот были свежие все вот эти впечатления и так далее, напомню, что тогда, в принципе, даже определенный, ну, своеобразный консенсус был. Я помню, Юрий Бойко говорил, что они готовы проголосовать за все мирные инициативы, которые бы власть была готова предложить. То есть, по сути, власти, скорее всего, сейчас будет нужно по Минску, ну, вот, как бы, активизировать те законопроекты, которые были обещаны в Париже, да. Более того, тут, кстати, в этом плане очень интересный момент есть, на который я обратил внимание, что, заметьте, вот внесли законопроект об особой экономической зоне для Донбасса. То есть, его пока внесли как законопроект, да, но сам факт того, что Рада начинает, ну, со стороны «Слуги народа» внесли, да, но, то есть, Рада начинает эту тему обсуждать, потому что мы можем вспомнить, что, в принципе, эту тему Зеленский выносил на, так называемый, на прос, да, пять вопросов от президента, и она была там, и она, по-моему, набрала около 46% из тех результатов, которые нам показали. Ну, чего себе, вы еще о нем помните об этом вопросе. Я о нем помню, и я часто его вспоминаю. Власть уже не вспоминает. Да, но, тем не менее, законопроект внесли. А до этого, если мы шире посмотрим, то, в принципе, тему особой экономической зоны на Донбассе тут же Виктор Медведчук обсуждал. И, то есть, по сути, я бы так сказал, что у нас в обществе, мы видим, начинается, да, определенный, ну, скажем, даже внутри у нас, еще без вот этих сигналов или результатов переговора Путина и Байна начинается определенное, мне кажется, телодвижение вокруг Донбасса. Я уже не говорю о том, что вот даже сегодня мы слышим, звучат информации о договоренностях по поводу так называемого новогоднего рождественского перемирия. Ну, пока что они еще не достигнуты, но определенные, как бы, договоренности, да, они, ну, то есть, переговоры по этому поводу ведутся. То есть, потому, мне кажется, что вот тут действительно форточка открылась, а форточка может подтянуть с собой открытие двери, давайте так скажем, может, это французские окна. Ну, хорошо, то есть, поскольку тут рядом елочка, и вы должны нам делать прогнозы, можно предположить, что в 22-м году мы можем увидеть нормандскую встречу с новым канцлером Германии, а может быть, даже и с новым президентом Франции и какую-то активизацию минского формата. Я думаю, что да, я думаю, что так оно и будет. Тут есть, почему? Потому что, ну, вот эта встреча, мне кажется, Путина и Байдена, она в том числе была и об активизации этого процесса, да, то есть, да, я думаю, что да, тут плюс еще, мне, например, будет интересно, как на это будут реагировать, например, со стороны экс-президента, да, потому что... Недовольна, скорее всего. Недовольна, но с другой стороны, давайте известно, что Порошенко в свое время позиционировал Минские соглашения как мирный план Порошенко. И он ими гордился. Ну, то есть, это же было? Было. Другое дело, что сейчас как-то позиция, она поменялась. Ну, смотрите, Алексей, ведь все-таки в официальной риторике всегда существует два Минска. Вот какой-то Минск, который в полной мере требования России, и какой-то наш Минск, который вроде бы безобидный, но который Россия исполнять не хочет. Ну, два Минска, они вроде бы существуют в воображении, да, но есть, знаете, я все-таки как... Два Минска вокруг одних договоренностей. Да, но я все-таки привык здесь смотреть на документы, и в документах я вижу один Минск, ну, то есть, есть текст, да, комплексом мир. Алексей, а как же смерть автора? Мы можем читать и интерпретировать это как угодно. Мы это и наблюдаем. Ну, вот, собственно. Тем более, что если мы говорим о нормандской четверке, то, по сути, там от старожилов сохранился только один Путин. Все остальные поменялись уже. А кто-то, возможно, поменяется и два раза. Я имею в виду по поводу президента Франции. Да, потому что к этому все идет, и, ну, посмотрим, как будут разворачиваться выборы вовчего Франции, президентские, которые будут этой весной. Кстати, в этом плане очень интересно, что, заметьте, Макрон же планировал до конца года приехать в Украину. У него были такие идеи в планах, но, насколько я понимаю, эта идея не будет реализована. Ну, сколько тут уже осталось, да, до конца года? По сути, не так много. А, то есть, получается, что пока Макрон занят другими, ну, внутренними, скажем так, делами, в отношении с англосаксами выяснения, отголоски, они же тоже все... Что Джонсона клоуном назвал, ужас? Ну, вот, как сказать, а уже не в ЕС Британия. Так можно теперь, да. Она уже за пределами, это враждебное, в кавычках, государство. Снова столетняя война. Но в действительности напряжение там есть, на самом деле. И оно есть, кстати, даже вот на таком уровне, я вот слежу за событиями, да, которые там происходят между Францией и Германией, даже на уровне рыбаков. Это, кстати, тоже всегда очень показательно, как вот там рыбаки плавают, да, между Францией и Германией, как они делят территориальные воды, кто где может что ловить. И у них там время от времени возникают вот эти, да, скажем так, искры. Ну, в свое время, кстати, у Британии были и с Исландией тоже подобные, так называемые, тресковые войны, да, в 70-е годы и так далее. То есть это известная, на самом деле, история. Да, так вот. И потому как бы, мне кажется, что, вот если говорить о нормандском формате, сейчас будут обсуждаться какие-то вот моменты, связанные с его активизацией. Потому да, я думаю, что в 2022 году потенциально в Берлине, скорее всего, может произойти вторая для Владимира Зеленского, например, встреча, да, в нормандском формате. И, возможно, там действительно будет представлен новый участник. Хотя, еще раз подчеркну, что пока что до этого все-таки у США была линия присутствующего-отсутствующего. То есть они хотели влиять на всю эту историю, да, но не хотели формализировать свое участие. Ввиду того, что, наверное, им было проще вот как бы играть такую вот роль. Но если все-таки формализация США произойдет, вот такой тоже можно сказать, да, прогноз. Я думаю, что с Минским может пойти еще более активный процесс его воплощения. Потому что Байдену точно долгоиграющий договор, который просто висит, ему не нужно это. Почему? А какой смысл ему в этом? А кого волнует вообще Украина в США? Тут есть вопрос шире. Вопрос о том, что Байден, опять-таки, он не просто, заметьте, он позициирует себя американским президентом, он позициирует себя президентом Запада. Ну, то есть, как бы лидером Запада. Да, то есть, и ему важно показать, что Запад может коллективно решать вопросы. Коллективно решать, в том числе, вопросы, связанные с конфликтами. Ну, это важный вопрос, действительно. Тем более, что, смотрите, Ангела Меркель ушла. Да, уже даже с ней появилась реклама одной компании. Если вы знаете, ну, не знаю, была ли это сама Ангела Меркель или какой-то прототип. Ну, известная компания, которая продает Икея, да, продает мебель, сделала рекламу уже с ней, что наконец-то я могу посидеть дома с ее фотографией. Да, но... Карьеру строит человек, наконец-то. Ну, тут, кстати, вопрос, это была она личная или это они просто использовали образ похожего человека, да, как бы, ну, чтобы сыграть на вот этой волне канцлера легенды 16-летней, которая ушла, да, и что вот теперь она может домашний уют и так далее предаться таким делам, да? Алексей, а вот можно немножко такой конспирологии? Вот если так обобщить все предшествующие годы, мы как-то увидели, что на самом деле для урегулирования конфликта на Донбассе сделано откровенно мало. И как в политической, так и в гуманитарной части, что даже вот эти кратковременные перемирия, они обычно ничем не заканчивались. Мы что увидели? Изменение власти во Франции, в Украине, в Германии. Единственный человек, который видел ввести Минские соглашения, нормандский формат с самого начала, это Путин. Не кажется ли вам, что, в общем, эта тактика затягивания и ничего не делания, она прекрасно работает все эти годы и будет продолжать работать дальше до тех пор, пока все не дождутся, когда изменится последний человек в нормандском формате? Ну, тут ключевой вопрос, а нужно ли это нам? Это без этого вопроса. А вот реально, может ли быть такая тактика? Я опять-таки, мне кажется, что в Европе, ну, в Германии и Франции немножечко устали от конфликта на востоке Украины, потому что они считают банально деньги. А как он на них влияет? Он влияет, потому что это ограничитель определенный для этих стран в контексте более активной экономической взаимодействия с Российской Федерацией. Опять-таки, мы помним все циклы санкций. Да, конечно, мы помним, что большая часть из этих санкций, на самом деле, началась после, когда был сбит малазийский Боинг. Ну, надо признавать вещи своими именами, так оно и было. Но, тем не менее, эти санкции, они стоили и стоят сотни миллиардов. Это действительно сотни миллиардов. И европейские страны это считают. Ну, смотрите, какой Франция скандал устроила из-за 50 миллиардов с подводными лодками. Как это было болезненно. А тут накануне, на самом деле, стоят общие для разных европейских стран разные сегменты. Но это рынки на сотни миллиардов. То есть, они сотни миллиардов теряют в год. То есть, они считают эти деньги. Потому, с одной стороны, оно-то вроде бы и так, но и не совсем так. Потому что это достаточно дорого обходится европейским самим сообществом. И тем более, тут еще играет роль престиж. Дело в том, что тут уже все-таки в нормандском формате присутствуют лидеры ключевых европейских держав. И что, получается, они не могут решить конфликт? Ну, вот как это выглядит? Видимо, да. Ну, так вот, я об этом и говорю. Но сказать, что это как-то электорально на них влияет? Ну, опять-таки, понятно, что там больше играет внутренняя повестка. Но есть же престиж лидера великих держав друг по отношению к другу. То есть, одно дело, себя позиционировать как человек, который смог решить конфликт. Чьи идеи, организационные формы и так далее, да, помогли в этом. А другое дело, как бы, ну, вот, постоянно заниматься тем, что как бы решать. Без конца. То есть, все-таки, мне кажется, тут есть этот момент. Но, вот если говорить по поводу действий власти, все-таки, я думаю, что стоит отметить, что украинская власть делает. Да? Вот для этого. И в том числе, в контексте, возьмем, в гуманитарном моменте по Донбассу. Я, например, здесь вижу активизацию. Вот вспомните, например, на пресс-марафоне Владимир Зеленский говорил о том, что школьники, то есть, выпускники школ из неподконтрольных территорий из Крыма смогут без ЗНО поступать в украинский университет. Хорошая идея? Я думаю, что хорошая. По-моему, ее еще и раньше озвучивали. Не, ну, там был закон принят специальный, да, которые установили квоты определенные. А теперь, что все выпускники смогут без ЗНО поступать. Это хорошая идея, гуманитарная идея, которая, ну, как бы, приближает, нам показывает, да, ну, что Украина, большая Украина готова, а наши граждане, которые на неподконтрольных территориях остались, да, молодое поколение, их, как бы, инклюзивно включать. Сейчас выдвинула интересную идею. Я слышал в парламенте и Ирина Верещук, новая глава МЕНТО, да, говорила по поводу 6 тысяч стипендий, месячной стипендии, которая устанавливалась для выхода из тех территорий. То есть, я напомню, что в бюджете на следующий год стипендия будет около, ну, как бы, минимальная стипендия, да, 2 тысячи экономическая, 2 тысячи гривен, а максимальная 2 500-2 600, вот так где-то, ну, то есть, а тут 6 тысяч, то есть тебе платится стипендия, да, там 6 500, кажется, если ты, ну, вот если это закон, конечно, будет принят, да, если ты, как бы, вступил, и ты выпускник оттуда, и ты учишься в Украинском университете, это некий стимул. Я уже представляю, как ненавидят этих студентов, их конкуренты, учитывая, насколько сейчас на самом деле стипендия, это то, за что студентам приходится бороться между собой. Конечно, Сергей, я согласен. Ну, вы как преподаватель знаете. Конечно, но в следующем, кстати, году, вот, исходя из бюджета, количество стипендиантов не должно быть сокращено, то есть стипендия повышена без сокращения формулы, да, вот с помощью, ну, которая определяет количество стипендиантов. Да, но как бы, но это то, что мы можем назвать affirmative action, в которое переводится позитивная дискриминация, да, я понимаю, что, да, конечно, это будет вызывать какие-то моменты, но с другой стороны, мне кажется, факт того, что наши сограждане из неподконтрольных территорий, которые, ну, очевидно, могут находиться в более, скажем так, сложной ситуации, да, учитывая, где их дом, где их родители в основном, то это как бы будет, мне кажется, это, ну, все-таки общество здесь должно проявлять солидарность. И в то же время эта же власть вводит, продолжает линию гуманитарной политики, там, исторической политики предыдущей власти. Как-то это все не клеится вместе. Ну, я это объясняю, когда-то был такой, знаете, экономист Гейлбрейт, и он говорил о себе, он говорил, я в экономике социалист, в гуманитарной сфере, политической сфере я либерал, а в культурной сфере я консерватор. В общем, обычный центрист. Мне кажется, что вот это очень напоминает, если мы с вами посмотрим на действия украинской власти, то, что делает нынешняя власть. Ну, в общем, наверное, не странно, что слуги народа даже называют свою как бы идеологию, они говорят, что это украинский центризм. Ну, вот, наверное, это вот оно вот так и выглядит. Когда разные позиции, которые с разных лагерей, ты говоришь, нельзя это соединять, как вы это вот вообще, ну, у вас одно с другим. Ну, вот оно, как бы, вот есть попытка это все вместе соединять. И вот таким вот образом работать, хотя, опять-таки, без сомнения, что, конечно, тут, мне кажется, отдельные линии, особенно явно дискриминационные, явно власть бы должна была бы менять, да, в языковой, например, сфере или в той же сфере исторической политики, потому что, ну, там очень много есть моментов еще от прошлой власти, которые достались, которые стопроцентно общество хотело бы освободиться от этих оков, которые были созданы. Что еще вас ждет в следующем году? Смотрите, я думаю, что, ну, вот по поводу Минска я сказал, да, что, мне кажется, тут возможны определенные моменты. Давайте будем смотреть, как Украина будет в целом проходить отопительный сезон. И это еще увязывается с другим моментом. У нас в следующем году, с весны, если все идет по консервативному сценарию, начнет действовать закон про олигархов. И тут есть одно с другим связано, на самом деле, да. То есть мы видим, какая вот сейчас ситуация в энергетике, при том, что хочу отметить важный момент, нас часто об этом забывают. Вот если мы говорим, например, об электричестве, то 75% всей теплоэнергогенерации, она частная. Это не государственная энергогенерация, да. И действительно возникает вопрос, и как так получилось, что частная компания, например, не смогла запастись углем? Ну. Частник же всегда эффективнее. Вот, я вот только хотел это сказать. А как же так получилось? Ладно, государство, оно серое, убогое, в кавычках, да. И оно не смогло там свои, сколько у него там, по-моему, три теплоэлектростанции, да, Центренерго. А вот как бы же частник, что же случилось? Почему, почему, да, это наблюдается? Да, но это интересная история, на самом деле, которая нам, в том числе, кстати, показывает, что вот эти, ну, идеи, да, о том, что государство всегда неэффективно, а частник всегда эффективен, как-то тут не очень, да, срабатывает. То есть, к чему я веду? Я веду к тому, что мы все, и это видно визуально, наблюдаем усиление конфликта, да, по линии Зеленский и представители больших финансов, части, да, больших финансово-промышленных групп. И в энергетике это только одно из проявлений. Потому я ожидаю, что это будет одна из ключевых, скажем так, драматических линий, да, в политическом сезоне следующего года. Потому что, ну, вот, закон о болигархах, я думаю, тут, как бы он в какой-то мере просто даже отчасти является последней каплей. Да, потому что тут мы видели повышенную ренту, да, на железную руду, да, Верховная Рада проголосовала. То есть, там, возможно, другие еще повышения части рент. Ну, а закон о болигархах запустит такой момент, что тут будет ключевая борьба, кого гласят олигархами. Кто будет в этом списке, кто не будет. А те, кто будет... Сколько стоит не быть в этом списке. Абсолютно верно, да. То есть, это вызовет еще вот эти дополнительные моменты, дополнительные скандалы вокруг всего этого, всей этой истории, да. То есть, потому я думаю, что, как бы, хотя бы на ближайшие полгода это тоже одна из тех линий, которые будут очень показательны. И более того, тут очень важно, каким образом в целом власть, и Украина, наверное, да, если так говорить, пройдет отопительный сезон. Потому что, ну, как бы мы в него сейчас вступили, вроде бы, ну, тепление есть, да, свет есть. Но есть, ну, скажем так, часть, допустим, тех, кто занимается энергетикой, говорят, что тут нужно даже смотреть не просто на сейчас, а нужно смотреть, что будет в феврале, в начале марта. Да, вот когда многие ресурсы, как бы, ну, уже исчерпываются дополнительные, да. И когда, ну, вот как раз система подходит, вот вроде бы отопительный сезон заканчивается, но вот как раз система подходит, как бы, к своему наибольшему, да, определенному напряжению, да. Вот, и для власти это тоже очень будет важный показатель. Почему? Потому что во многом, я думаю, общество будет оценивать действия власти, и даже рейтинг власти от этого будет зависим, да, рейтинг президента, рейтинг слуги народа, от того, как в целом Украина пройдет этот отопительный сезон. Даже приходилось слышать, что наибольшая угроза, насколько не с этим, а со следующим, может быть, отопительным сезоном. Ну, а в целом случае, с другой стороны, тут мы видим, что алармистские моменты, которые звучали в начале отопительной сезона, что он не начнется, что все повально будут, верные отключения по всей стране, все мы будем сидеть без света, они не оправдались. Алексей, вот первый независимый приток, у вас скучные прогнозы. Как получается, где все пропало или все будет хорошо? Ну, я стараюсь как-то выбрать какую-то, знаете, сбалансированную линию. Мне просто кажется, что вот такое доказательное знание, оно все-таки не в том, чтобы занимать какую-то экстремальную позицию. Ну, Алексей, время наше подходит к концу, а вот стоит елочка. Боже, прекрасно. У нас тут есть взгляд зрителей, можете в него сказать какие-то слова? Я желаю каждому из всех зрителей, чтобы следующий год, он был как минимум точно не хуже, чем 21 год. И чтобы он нам всем подарил больше здоровья, больше возможностей и, что немаловажно, как мне кажется, это больше самореализации. Потому что каждый из нас может, как некая, знаете, такая искра дополнительно принести в этот мир себя и не бояться этого. Вот я хотел бы, чтобы мы с вами в следующий год, 22-й год, уже продолжая как бы 20-е годы, понимали, что, ну, это уже 20-е годы, да, и стоит начинать жить. Спасибо большое, Алексей. От нашего друга и партнера медицинского центра призма, вот, для Алексея есть такой подарочек. Какое классно. Вот как раз говорите о здоровье и в первую очередь. Хорошо. Напоминаю, что спонсор нашего канала торговая марка Гетман, конечно, вы наши спонсоры и подписчики на Патреоне. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин